С экономикой не все так просто, но социальная политика по-прежнему в приоритете. О том, как Щелковский район развивался на протяжении последних двух лет, народным избранникам рассказывает руководитель районной администрации. Алексей Валов отчитывается перед Советом депутатов района о работе, проделанной в 2014-2015 годах. Такой доклад был представлен в рамках очередного заседания Совета. Если говорить в целом, то по итогам года в Щелковском районе в наследующей достаточно стабильной ситуации в социально-экономическом развитии по отдельным показателям наблюдается положительная динамика. Все это способствует пополнению бюджета, а также позволяет эффективно создавать социальные обязательства. Так, несмотря на то, что на пути социально-экономического развития района стояло немало сложностей, например, за 2015 год объем товаров, отгруженных промышленными предприятиями нашего района, существенно снизился и составил 75% по отношению к 2014 году, социальная инфраструктура продолжала развиваться. Основной приоритет был отдан исполнению указов президента. Во главе угла стоял вопрос ликвидации очереди в детские сады. В 2014-м садик на 140 мест был открыт в микрорайоне Солнечный. В 2015-м такая работа была активно продолжена. В 2015-м году начали работу четыре дошкольных учреждения. Детский сад на 280 мест в микрорайоне Богородский. Детский сад на 200 мест с плавательным бассейном в микрорайоне Заречный. Детский сад на 100 мест в микрорайоне Дальний Воронок. Детский сад на 250 мест с бассейном в микрорайоне Лукино-Варина, городского поселения Свердловский. Также в целях ликвидации второй смены в школах района в 2014-2015 годах построены и введены в эксплуатацию две новые школы. На 1200 мест в микрорайоне Лукино-Варина, городского поселения Свердловский и на 1100 учащихся в Щелковском микрорайоне Богородский. Большим подспорьем для развития спорта в Щелковском районе стала новая ледовая арена имени Владислава Третьяка. Социально значимым можно назвать открытие реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Медвежьо-Озерском поселении и реконструкцию переданного от Минобороны лагеря Юнармеец. Продолжалось строительство столь необходимого здравоохранению района объекта, как перинатальный центр. Большие шаги были сделаны и в развитии экономической политики. Для увеличения притока инвестиционного капитала администрация провела формирование необходимой нормативной базы. Мы организовали совет по созданию благоприятного инвестиционного климата и условия ведения предпринимательской деятельности. Еженедельно проводим инвестиционный час, встречаемся с инвесторами, решаем, что необходимо сделать для реализации предложенных нами проектов. После завершения доклада выступили руководители фракции Совета. Часть депутатов дала достаточно конкретные рекомендации по дальнейшей работе администрации района. Фракция «Единая Россия» рекомендовала руководителю администрации, администрации в целом усилить контроль за работой управляющих компаний, также усилить контроль за качеством исполнения ремонта дорожных работ и рассмотреть вопрос сформирования и открытия дополнительного офиса МОС «Обл. Яиц» на краю Незаречной города Щелково. Мы стараемся, в том числе, работать для того, чтобы устранять эти замечания и наказы депутатов. В результате Совет депутатов принял отчет руководителей районной администрации к сведению.